Городская среда станет еще комфортнее. В Томиле не приступили к реновации подземного пешеходного перехода. Ход ремонтных работ оценил глава округа Владимир Ружицкий. Раньше переход на другую сторону Рязанского шоссе в районе птицефабрики больше напоминал прохождение квеста. Жители жаловались на плохое освещение, обшарпанные лестницы и стены. Долгое время объект отсутствовал на балансе администрации округа. Мы в прошлом году его оформили. Как бесхозно, эта процедура целый год длится. И, конечно, в итоге он сегодня у нас находится на балансе. Обслуживает нашей городской организацией. Люберецкий даб. Приступили к ремонту, заложили деньги, естественно, есть смета. И мы его придем в порядок. Рабочие уже демонтировали старую плитку, зашпатлевали и заштукатурили стены. В ближайшее время специалисты сделают стяжку пола, поменяют светильники и приступят к покрасочным работам. Будет выглядеть очень красиво, современно. И самое главное, для людей это будет доступная среда. Все инвалиды тоже в том числе могут борцоваться этим пешеходным переходом. Ремонт этого объекта включает в себя не только отделочные работы. Для удобства жителей подземный переход будет оборудован противоливневой системой для отвода воды и мусора. Мы все-таки столичный регион. И уровень поддержания подземных переходов должен быть тоже на таких московских стандартах. Всего в округе шесть подземных переходов. Новый облик этого жители Томилина смогут оценить уже через месяц. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.